МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьера спектакля «Дон Жуан» в исполнении актеров Республиканского русского театра драмы и комедии состоялась в филармонии Черкесска. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия. Шесть добровольцев из Карачаева-Черкесии подписали контракт с Министерством обороны России. В республиканском военном комиссариате военнослужащие подробно ознакомились со всеми условиями контрактной службы. О том, как проходит данная процедура и какие меры поддержки ждут добровольцев, узнавал Алихан Лепшоков. Мои друзья находятся в зоне специальной операции. Я также хочу оказать им поддержку, отмечает Даниил Почевалов. Специальные инструкторы пункта сбора рассказали, как правильно заполнить анкету и отвечали на вопросы военнослужащих. Доброволец Даниил Почевалов решил свяжать свою жизнь, служа Отечеству. Находясь на передовой, я буду уверен, что мои родные в безопасности, отмечает он. Чтобы твои родные, наверное, под глубоким небом ходили, чтобы они были в безопасности. Зная то, что ты там, ты их ограждаешь от всех опасностей в этом мире. Хочется, чтобы как-то быстрее это все закончилось. И поддержку своим товарищам, и вообще всему народу, чтобы дать поддержку какую-то. Для прохождения службы также необходимо пройти медицинскую комиссию на профпригодность. Помимо этого, каждый может выбрать для себя место службы. Также при заключении контракта доброволец может получить от государства социальные выплаты. Помимо этого, оказывается особое внимание и поддержка их семьям. Все это делается для того, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в защиту нашей страны, отмечают инструкторы пункта отбора. Недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поднял федеральную выплату со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Но это не связано с какими-то изменениями специальной военной операции. Это для того, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи для поддержки бойцов СВО. Также региональная выплата составляет 1 миллион 305 тысяч, что все вместе составляет 1 миллион 700. Дальше очень много социальных гарантий. Совсем скоро эти ребята пополнят ряды настоящих защитников Родины. Альхан Липшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Накануне на заседании правительства Карачаева, Черкесия установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике на 2025 год. В соответствии с проектом постановления, величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года по республике составит на одного человека 16 669 рублей, для трудоспособного населения 18 169 рублей, для пенсионеров 14 335 рублей и для детей 16 169 рублей. На официальный аккаунт главы Карачаева, Черкесии в социальных сетях периодически поступают обращения от населения с просьбами обратить внимание муниципальных служб и территориальных властей на те или иные проблемы. Одно из последних обращений касалось стихийной свалки возле дошкольного учреждения Черкеска. О том, что было сделано по данному вопросу в репортаже Артура МХЦ. Большинство населения нашей республики уже привыкло к тому, что можно чужими руками что-то починить, устранить, заменить. Причем подобное зачастую происходит не после письменного обращения, а вслед за жалобами в социальных сетях. Вот и теперь жители Черкеска сообщили о стихийной свалке возле детского сада по проспекту Ленина на официальный аккаунт главы Карачаева, Черкесии. В социальные сети обратились жители города Черкеска о том, что образовалась несанкционированная свалка на данной территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства привлекло специализированную организацию по уборке территории и данная свалка была устранена. Мусора очень много, буквально рядом в пяти метрах находятся мусорные контейнеры, но некоторые недобросовестные жители не доходят, не доносят до мусорных контейнеров и выкидывают там, где им удобно. Стихийная свалка появилась на территории, которую раньше занимали незаконно установленные гаражи. Коробки убрали по распоряжению мэрии Черкеска, но освободившееся место люди приспособили под складирование мусора. И это при том, что совсем рядом есть площадка с контейнерами. Но, видимо, такова природа некоторых людей. Жить в чистоте им некомфортно. Мусор сейчас появился, потому что кто-то опять бросает. Вот это детская площадка, да, было чистенько, хорошо. Потом кто-то расположил пакет с мусором, и люди начали постоянно класть. Ну, так же нельзя, правильно? Теперь вот там были у нас гаражи, гаражи убрали, и после этого не убиралось ничего. И люди начали. И банки, и склянки, и мешки, и мешки, все, что это. Ну, потом пожаловались. Как бы тут же рядышком, в десяти метрах детский сад. Видимо, мамочки где-то сфотографировали, выложили куда-то, куда следует. И тут же, после обеда я иду, ничего нет уже, все вывезли. Залежи мусора с прилегающей к детскому саду территории убрали. Однако, через считанные дни свалка появилась на новом месте. Мусор и сухостой люди начали складировать на бывшей спортивной площадке. Так что, скорее всего, стоит ожидать новых обращений от населения. Артур Мхцемиха Каракелян, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм и героизм десантников. По традиции, нынешние и бывшие военнослужащие соберутся на аллее воинской славы, парка культуры и отдыха зеленого острова. Наденут тельняшки и голубые береты, вспомнят друзей. Сегодня ВДВ – это элита вооруженных сил России. Десантники своими подвигами написали яркие страницы в армии России. В наше непростое время девиз «Никто, кроме нас» обретает особый смысл. Сегодня Православная Церковь отмечает память ветхозаветного пророка Ильи. В поселке Нижний Архиз расположен один из самых древних действующих храмов России имени этого святого. Али Баташев подробнее. Церковь пророка Ильи называют еще Южным храмом Нижнеархизского городища. Он значительно уступает по размерам Северному и Среднему храмам. Но богослужения здесь совершаются регулярно, каждую неделю. Был построен как домовая церковь в X веке под влиянием восточно-византийских традиций. В конце XIX века в результате реставрации у сооружения появилась металлическая кровля и несвойственная стилю купол, а также пристройка с западной стороны. Храм действовал вплоть до закрытия располагавшейся здесь Александро-Афонской пустыни и был освящен в честь святого Александра Невского. Возрождение церковной жизни на территории Оландского городища началось в 1991 году. Именно тогда храм осветили в честь ветхозаветного пророка Ильи. С 2012 года обитель возглавил архивандрит Антоний Данилов. Древняя обитель Александра Невская, Второафонская, Зеленчукская пустынь, она овеяна доброй славой. Во времена монашества здесь монахи занимались благотворительностью, занимались миссионерством и социальным служением. Они ухаживали за больными воинами гражданской войны. А само монашество – это путь отречения от мира, живя в мире. Монах – это молитвенник за мир. Богослужения под открытым небом стали собирать тысячи паломников из разных уголков страны. Особым уважением у верующих пользовался иеромонах Григорий Бочаров. И сел с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь. В древности пророку Илье молились о даровании и прекращении дождя. Крестьяне в сопровождении священника выходили на свои поля, читали молитвы святому, совершали крестный ход с его иконой, крапили освященной водой свои посевы. Не меньше почитают его и в наши дни. Святой Илья пророчествовал и открывал людям волю Бога. Низводил с небес огонь, как для наказания грешников, так и для знамений истинного богопочитания. Известен случай воскрешения человека по его молитвам. По преданию Илья был вознесен на небо живым. Он явится на землю перед приходом Антихриста и обличит его. Пророк Илья был послан, чтобы избавить людей от суеверий и показать им величие и истинность единого Бога. Считает настоятель храма пророка Ильи и романах Елеферий Казаков. Когда мы обращаемся к пророку Божию Илье, мы и спрашиваем его ходатайство перед Богом о том, чтобы он помог нам избавиться от наших скверн плотских. Избавиться от нашей нечистоты. От нашего углубления в постоянное язычество. Оно даже в нашей жизни до сих пор присутствует, к сожалению. Различные поверья, басни, сказки, различные гадания, которые мы видим на телевидении. Астрология, гороскопы, различные знаки зодиака. Время идет, сменяя поколение священников и мирян. Ушли из жизни архимандрит Антоний и романах Григорий Бочаров. Но лампада веры, зажженная в древности, продолжает гореть. Не случайно взор еще одной кавказской святыни, Лика Христа, обращен на древние храмы Архиза, где проходят богослужения, собирающие множество паломников и туристов. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Сластолюбец и всесветный жених. В государственной флормонии Карачаева-Черкесии состоялась премьера спектакля «Дон Жуан» по знаменитой комедии-балладе французского драматурга Жана Батиста Мольера. История о похождении распутника в исполнении актеров Республиканского русского театра драмы и комедии в постановке режиссера из Абхазии Адгура Кове восхитила зрителей. Дарья Тендиц, премьера. Премьера спектакля «Дон Жуан» стала настоящим событием, собравшим полный зал зрителей, жаждущих погрузиться в мир страсти и интриг. На сцене развернулась история о вечном искателе удовольствия и сердцееде. Легкомысленный и безрассудный «Дон Жуан» отличается неукротимой страстью к женщинам. Он преследует, соблазняет их, не вращая внимания на последствия своих действий. Чтобы я виделся на ней, я сказал, что связан с лобом с вами. Как же так, Шарлот? А вы с ней бесполезно разговаривать. Нет. Постановка от Гуракова тщательно продумана о сценографии до музыкального сопровождения. Автор смешивает юмор и философские размышления. В совокупности всё это передаёт глубину и многослойность мольеровского текста. Вообще мы не Доня или? А Донго? У-у-у-у! Слава тебе, Господи! Своего господина Дон Жуана я знаю, что у вас нет сердца более непостоянного, чем ваше судо. И вы не любите задерживаться надолго в одном и том же месте. Режиссёр Аутгур Михайлович, он человек, лёгкий в общении и профессионал своего дела. Нам было с ним легко. В спектакле представлены яркие и запоминающиеся персонажи, которые отражают различные аспекты того времени. Классические мотивы в современной интерпретации, динамичное и уникальное представление. Ну а на, сударь, подальше! Слишком уж вы распалились, как бы вам распаление лёгких неподхватей. Это ещё кто такой? Подальше, подальше! Нечего приставать к нашим невестам! Искромётные реплики и движения костюма и сценический свет создавали тесный контакт со зрителями. Музыкальное сопровождение от классики до современных ритмов усиливало эмоциональное напряжение. Через различные эпизоды и встречи с разными персонажами поднимаются темы любви, верности, лицемерия и веры. Каждый артист привнёс в игру свои эмоции, в полной мере отображая характеры своих героев. Важной частью работы стало взаимодействие актёров и режиссёра. А Дгуркова впервые работал с нашей труппой. Я никогда не ставил эту пьесу, она мне была интересна. В нём заложены какие-то важные вещи, которые понятны любому человеку, любому зрителю в любой эпохе. Нет особенных сложностей, не было. В основном здесь люди профессиональные, работящие и отзывчивые. Главный герой бросает небесам вызов за вызовом. Сцена, где Донжоа столкнулся с последствиями своих деяний, стала кульминацией спектакля и оставила зрителей в состоянии глубоких раздумий. Под бурные аплодисменты провожали актёров со сцены. Первые зрители поделились впечатлениями после премьеры. Я очень люблю нашу труппу, стараюсь ни разу не пропускать. И в очередной раз просто удивительно в новом таком свете вот этот мольер. Я думаю, что это для молодёжи будет внести очень большую полезность. Эмоции переполняет. Шикарная постановка, великолепная игра. Видно, что сколько труда было вложено в постановку. Считаю, что и актёры, и режиссёры просто превзошли самого себя, самих себя. Честно, до сих пор даже сложно описать это всё. Пьеса «Дон Джоан» – классическое произведение мирового театра. Этой постановкой русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесия завершили театральный сезон. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Баладжизаевой.